Приветствую коллеги от аналитика валютных рынков и торговой идеи от компании Тикмил и с вами я Артур Адиатурин. Ну что ж, сегодня пятница, мы с вами обсуждаем основные рыночные тенденции. Сегодня я также хотел бы посвятить немного времени месячному отчету ОПЕК за февраль. Появился он получается сегодня. В нем ОПЕК рассуждает о том, как будет восстанавливаться спрос и что будет происходить с добычей у ОПЕК. И у конкурентов ОПЕК. Также хотелось бы поговорить про заседание ЕЦБ, основные ключи, моменты, следствия для евро, которые могут быть. Ну и в целую ситуацию по рынкам посмотреть. Начинаем мы с того, что у нас сегодня наблюдается умеренная коррекция по основным индексам. Можно также заметить, нужно даже заметить, нужно обратить внимание на то, что у нас наблюдается рост доходности на рынках суверенного долга не только в США, но и в Германии, Великобритании, в Австралии. Я здесь вывел доходности 10-летних облигаций специально, я их отслеживаю. И, собственно, мы видим, что у нас растет доходность везде. Везде у нас происходит пока что еще умеренное бегство инвесторов с облигаций, с рынков суверенного долга. Говорит нам о том, что Терзава мучила рынки вот это растущее стоянное заимствование, которое вызывало коррекции. Вроде бы все успокоилось, вроде бы все устаканилось в начале, получается, недели. Но опять мы видим, что вновь доходность растет по 10-летним казначейским облигациям. Давайте посмотрим, что там с ней случилось. Снова, да, вроде бы мы были в некоторой коррекции вот здесь. Сейчас давайте я вот так сделаю, чтобы мы могли сами. Вот, собственно, вот здесь у нас была вот такая вот коррекция. Мы двигались, да, и это в некотором смысле рынки успокаивало, да, потому что вот эти все движения резкие вверх доходности 10-летних казначейских облигаций США, они вызывали коррекцию на хондовых рынках. Потом, собственно, здесь успокоение пошло. Этому последовали два события. Слабая инфляция в США за февраль, вышла в среду, и аукцион на трежерис. Десятилетние и трестилетние. Хорошо, они прошли. Вроде бы начало все успокаиваться, но не тут-то было. Мы видим опять рост доходности, и вновь у нас сильный доллар, пожалуйста. Вновь у нас коррекция в рисковых активах. Фьючерсы у нас основные снижаются на биржевый индекс США. Ну, понятно, Европа также в минусе, следом за фьючерсами. Все это происходит, потому что вот у нас здесь растет доходность. Раз, снова, да, вот приближаемся мы к этому потолку. Вроде бы откатились, но нет. Снова мы у потолка, и может сейчас дальше скачок ставок быть. Опять это негатив, это негатив для рисковых активов. Потому что мне нравится, когда долгосрочные ставки растут. Как я уже сказал, вот еще раз отмечу, за чем нужно следить. Движение в США, в бандах, оно не изолировано. Это по всему миру происходит. На основных развитых экономиках везде это происходит. Доходность 10-летних немецких, доходность в Великобритании 10-летних, казахстейские облигации Австралии. Везде, видимо, рост доходности. Везде инвесторы бегут с бандок. Вот это нужно иметь в виду. И это, конечно же, рынки тревожат. Ну ладно, заговорились мы, собственно, о доходности. Доходность, да, ну это важный фактор, нужно было бы его обсудить. Мы еще к нему вернемся. Сейчас я хотел бы посвятить внимание месячному отчету ОПЕК. Так, я уже, получается, его скачал. Давайте, собственно, посмотрим. Вот, собственно, этот отчет в ПДФ. Нас интересует такой момент, вот как World Oil Demand. Вот здесь, да, ну, мировой рост, точнее спрос на нефть в мире 2020-2021 году. Давайте посмотрим, что там ОПЕК последнего прогноза, как они изменились. Я бы хотел обратить ваше внимание на 2021 год. Мы с вами возьмем Total World по всему миру, как изменится спрос. И что мы видим? Мы здесь с вами рассматриваем сначала, сначала. Мы с вами рассматриваем здесь первый и второй кварт 2021. Что мы, собственно, видим? Вот здесь я вот так это обведу. Previous estimate, да, предыдущая оценка и вот эта новая оценка. Собственно, мы видим, что ОПЕК за первый и за второй квартал 2021 года пересмотрел прогноз роста потребления нефти вниз с 93,22,22 миллиона баррелей в день до 93,04 на 200 тысяч практически баррелей, чуть меньше, да, на 200 тысяч баррелей вниз. Плюс здесь у нас получается также прогноз роста спроса, можно видеть, был пересмотрен. 95,61, 95,92. Также получается, пересмотрели вниз, получается, этот спрос, да, у нас. Точнее, было 95,92, стало 95,61, да, на сколько, 300 тысяч, на 310 тысяч баррелей вниз. Второй квартал 2021 года. Спрос пересмотрен вниз по сравнению с предыдущей оценкой. Дальше. По третьему и четвертому кварталу, вот здесь уже позитив, хорошие новости. Предыдущая оценка 97,02, нынешняя 97,43. Вверх пересмотрен, да, прогноз потребления. Ну и, собственно, здесь тоже вверх пересмотрен. В целом, по миру пересмотрен, по миру. По 2021 году в совокупности спрос пересмотрен вверх. Собственно, все понятно становится. Вот этот возросший, краткосрочный вот здесь негатив, да, вот этот негатив, да, который мы имеем по первому-второму кварталу. Это и есть оправдание, это и есть причина того, что ОПЕК у нас снижает добычу. Ой, снижает, а продлевает ограничения. Они в марте в начале продлили ограничения, если вы помните. Видно, да, что вот первый-вторый квартал, пессимизм по поводу этого нарастает, что спрос восстановится, будет он слабее восстанавливаться. В третьем-четвертом квартале спрос восстанавливается по их оценкам. Будет восстанавливаться лучше. Расчет вестима на массовое снятие локдаунов, да, к этому времени. То есть вот эта переоценка вверх, это вот массовое открытие экономики и будет еще один импульс. А пока, пока нужно вот быть осторожнее. И вот ОПЕК нам на это указывает. Поэтому, собственно, не продлили ограничения на добычу. Вот это нужно иметь в виду. И мы как бы, говоря о оценках на нефть, мы должны это иметь в виду, да. Потом, сейчас мне лень в отчете искать, но там еще один такой момент, что хорошо будут расти конкуренты, добычи конкурентов ОПЕК во втором квартале. На 370 тысяч баррелей в день вырастет добыча, поэтому места повышать добычу у ОПЕК нет. Тут конкурент нарастает, спрос замедляется с обоих сторон, как мы видим, да, ситуация ухудшается. Поэтому куда наращивать добычу, некуда. Вот, собственно, вот это нужно иметь в виду. У нас еще пару месяцев до завершения второго квартала. И видно, да, то, что ОПЕК будет терпеть, скорее всего, еще два вот этих месяца. Не будет повышать добычу. Все последующие заседания. Можно будет говорить о повышении добычи лишь вот к третьему кварталу, да, уже ближе получается. Ну, то есть, к второму полугодию. Вот, вот это нужно, собственно, иметь в виду, собственно, понятное дело. Вот теперь обращаясь, собственно, к нефтяным котировкам, да, проецируя это все на нефтяный рынок, что нужно иметь в виду? У нас вот это ограничение, то, что они сохранили ограничение на добычу, да, ОПЕК, это все уже в ценах учтено. Но учтено было вот здесь, вот этот скачок с начала марта. Вот, это как раз-таки вот этот положительный, позитивный сюрприз на заседание ОПЕК. Вот, пожалуйста, этот рост у нас произошел. Собственно, теперь внимание, естественно, переключается на первое. Как будет у нас проходить массовая вакцинация, потому что, особенно в еврозоне, в разных экономиках, потому что на этом завязан прогноз по открытию экономик. Когда снова вот эти все локдауны снимут, и снова все в нормальном режиме начнет работать. На массовую вакцинацию завязаны у нас четко вот эти, вот это ожидание, когда будет сниматься локдаун. Но это нужно иметь в виду. На это же завязано потребление. Собственно, поэтому обращаем внимание на сообщения в СМИ, да, которые нам дают представление, понимание по поводу того, как идет массовая вакцинация. Сбои поставок, какие-то проблемы с вакцинами, там, то, что они вызывают побочки какие-то, это все, это все большой минус, это все откладывает, замедляет темпы вакцинации, это все отдаляет от переоткрытия экономик. Вот это нужно иметь в виду, вот за этим нужно следить. И нефть будет на это реагировать, потому что все, на стороне предложения ОПЕК сделал все, что возможно. Все, они сдержали ограничения добычи, сейчас они больше ничего не будут делать. Сейчас только информационный поток, которому нефть будет чувствительна, это на стороне спроса. На стороне спроса это как раз-таки тесно связано с массовой вакцинацией. Технически, технически, если мы с вами посмотрим, что у нас было с восходящим трендом вот здесь в нефти, вот этот, да, вот этот, ой, как я его криво отметил, вот этот восходящий тренд нефти, да, вот этот, мы видим, что он был очень крутым, очень крутым. Как мы это можем видеть? Если мы посмотрим вот здесь на дивергенцию, получается, на расхождение с двухсотневной скользящей средней, да, если мы посмотрим, то оно у нас, вот это расхождение, оно у нас наибольшее с 2008 года. Мне сейчас Ленин отматывает назад, ну вот, и вы можете отмотать и посмотреть, у нас цена отдалилась от своей двухдневной скользящей средней на, 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 на вот такое вот значение, это максимальное значение за целую декаду, даже больше получается. Это уже о чем-то говорит, да, то, что очень крутой тренд у нас первый был, очень сильно далеко запрыгнули, получается. Цены, вот это нужно иметь в виду, понятное дело, с 50-дневной тоже сильно отклонились, но вот от 200-дневной очень-очень сильно отклонились. А цену у нас сейчас на максимальных значениях мы видим вот с, когда вот, вот здесь, да, с, с 19-го года, да, получается, на максимальных значениях, на сейчас, на двухлетний максимум. Здесь у нас был баланс, мы сейчас доросли от этого баланса. Поэтому, понятное дело, дальше все предельные превращения выше, вверх, будет все сложнее, сложнее двигаться, потому что катализаторы остальные позитивные, они уже у нас учтены, как я уже сказал, да. И тут же, тут же у нас по, по темпам вакцинации возникает, да, по ситуации с ковидом, какие-то негативные такие, новостной фон более-менее негативный такой становится. Вот это нужно иметь в виду, ОПЕК уже все сказал, поэтому дальше, ну, очень тяжело будет расти, на мой взгляд. Плюс технически вот этот момент нужно учитывать, и мы очень сильно, очень сильным моментом здесь. Мы очень сильно опережаем вот средние, это для нефти вообще не характерно, да, сильно отклоняться от, вот именно, именно вверх, настроение повышения отклоняться от 200-дневных, от 200-дневных средней. Исторически, как я уже сказал, это очень редко случалось, и вот этот прецедент, он создает, на мой взгляд, дает шансы рассчитывать на, по крайней мере, по крайней мере рассчитывать на какой-то вот здесь вот такой вот боковик, да, но не больше, потому что, ну, тяжело дальше расти, все на это, как бы, на мой взгляд, опять же, все вот на это указывает, как фундаментал вот это, так и вот технически, да. Вот. Также, также, по нефти мы с вами обсудили, хотелось бы немного посвятить времени заседанию ЕЦБ, второе важное событие, которое вот за неделю, там еще были важные события, это отчеты по инфляции, аутсуну трежерис, ну, вот сейчас пока об заседании ЕЦБ. Значит, смотрите, вчера у нас прошло заседание ЕЦБ, ничего у нас не изменилось, давайте посмотрим, как бы нет смысла смотреть, понятное дело, там ничего не ожидали, что что-то случится. Основные ключевые ставки, ставка по депозитно-коммерческих банков минус 0,5 на том же уровне, ставка по кредитованию такая же. Основное внимание было вот здесь, на предконференции ЕЦБ выступала у нас Кристин Лагард, и вот там был настоящий сюрприз, там она сказала, что да, да, мы обеспокоены вот этим движением, где у нас там европейские банды, мы обеспокоены движением в бандах, да, которые у нас, которые у нас есть вот такое вот достаточно быстрое, резкое движение в бандах, так же, как и в США мы видим, да, мы обеспокоены этим движением, потому что доходность вот этой облигации, да, 10-летней, это некоторая безрисковая ставка на 10 лет, бенчмарк, ну, грубо говоря, вот мерила стоимость заимствования на 10 лет, когда она очень сильно растет, занимать становится в экономике дороже, правильно? Если дороже становится занимать, как экономика будет расти, когда еще локдаун мы не сняли? Нужно, нужно держать стоимость заимствования под контролем, вот это нам не нравится, то есть вывод такой был. ЕЦБ, Вагард в лице ЕЦБ четко вот сказал, что не нравится им эта тенденция, поэтому они будут ей противодействовать. Каким образом? Они увеличат, цитирую, существенно увеличат покупки в рамках пандемической программы скупки активов во втором квартале, в следующем квартале. Увеличат покупки, то есть сильнее будут скупать активы, в том числе вот эти облигации, и это должно будет что-то делать, когда скупает облигация, цена растет, доходность падает. Это должно двигать доходность вниз. Если мы посмотрим, что у нас произошло, вот по реакции, вот здесь, да, по реакции мы здесь посмотрим, давайте. У нас вчера Вагард выступал, ну и вот, собственно, вот это движение вниз, оно здесь не очень хорошо показано, вот здесь доходность откатилась, но вроде какая-то реакция последовала, но слабо-слабо, у нас продолжает сегодня. Снова восходящий тренд в доходности пошел. Неубедительно, короче говоря, было ЕЦБ в своем сообщении, что они будут увеличивать покупки бандов и будут сдерживать доходность, рост доходности. Вот этот момент. Это как бы неубедительно было. Но, но, что нужно вот так подчеркнуть, у нас образовалась дивергенция в политике между ЕЦБ и ФРС. Дивергенция оправляется в том, что ЕЦБ признает, что стоимость заимствования выросла, ее нужно сдерживать, нужно скупать активы, облигации, прежде всего, чтобы держать долгосрочные стоимость заимствования. ФРС, наоборот, на нас заявил в лице ПАО, что, да, доходность растет, но она растет потому, что она отражает рост экономики. Растет реальная ставка, инфекционное ждание, потому что они должны расти, так как экономика восстанавливается. Это некоторые вот необходимые, не предпосылки, необходимые черты нормального экономического восстановления. Дивергенция, как видим, в политике ЕЦБ собирается скупать, пока еще непонятно, больше данных нужно, чтобы понять, насколько они увеличат скупку активов. ФРС говорит, что они будут скупать дополнительно, они не будут увеличивать КУЕ. И это дивергенция в политике, дивергенция в политике в центральных банках между ФРС и ЕЦБ. И, на мой взгляд, это четкий сигнал к продаже евро-доллара. Если мы посмотрим, что у нас там по технике, также дополнительно оценим. У нас вот такая вот тут ситуация. Сейчас мы выберем правильный. Вот такая вот у нас тут ситуация состоит. Смотрите, собственно, даунтренд у нас идет по евро-доллару. Вот здесь отскок, от горизонтальной, доходит вот здесь до горизонтального уровня поддержки вот здесь. И, собственно, когда у нас ЕЦБ заявляет, что будет увеличивать программы, увеличивать скупку активов в рамках КУЕ, плюс-плюс еще накладывается рост доллара за счет вот этого бегства из бандов, у нас снова-снова-снова вот здесь, снова вот эта красная свеча, снова движение, желание уйти вниз. На мой взгляд, дивергенция в политике между ЕЦБ и ФРС, которую я вам озвучил, вы, наверное, поняли, да, что я говорю, плюс вот этот даунтренд, да, следуем по тренду, плюс неясная ситуация с доходностью по облигациям. Как еще они дальше будут расти, будут ли они расти дальше вверх, особенно американская 10-летняя облигация. Что вызывает укрепление американской валюты и давление на евро-доллар? Будет ли она продолжаться или нет? Мы, как видим, вот этот вот потолок вот здесь, который мы достигли вновь, да, мы пришли к нему после небольшой коррекции, вот здесь мы вновь к нему пришли, и дальше может быть движение вверх спокойно, вот здесь мы можем уйти дальше в доходность. Это еще больше укрепит доллар, так мы увидели, да, вот эту корреляцию между бегством из бандов и между этим, и между движением доллара. Доллар укрепляется, когда у нас вот эта доходность, она у нас в долгосрочной ставке растут, у нас доллар также растет. Вот это нужно учитывать, поэтому видим. Снова мы переходим вот здесь вверх, да, сейчас еще раз. Мы вот сегодня опять перешли вверх, давайте даже перейдем на вот этот график, вот здесь вот так вот. Вот, собственно, смотрите, мы снова здесь перешли вверх, доходность снова начала у нас расти, и, ну, и, собственно, мы видим реакцию доллара. Плюс почти половина процента, он дико укрепляется против всех валют, против евро. Поэтому, поэтому, если мы дальше идем вверх, у нас, понятное дело, укрепляется доллар на этом фоне, плюс дивергенция политических центральных банков, возвращаясь вот сюда. Все, да, я рассчитываю вот эти два катализатора, они вот нам в течение двух, скажем, недель, да, до апреля, они дают нам возможность вот сюда сходить, в уровне 2017, вот здесь как-нибудь пересечение. С линии тренда, действуем по тренду, макро вещи, макрокатализаторы тоже благоприятствуют этому движению, поэтому вот я бы вот на такое движение рассчитывал, можно подождать вот сюда, да, и затем вот так вот, что-то вот такое вот движение. Ну, вот, по крайней мере, ну, тоже, да, вот 1.1950, да, хороший уровень, чтобы зашортить. Вот, на мой взгляд, вот это сейчас движение будет в приоритете. Не знаю, стоп бы я поставил уровень 1.20, ну, риск-ревар тут, ну, значительный, да, получается, да. Тут мы проигрываем 500 пунктов, 50 пунктов, здесь мы проигрываем 150. Вот, собственно, вот такой вот риск-ревар у нас 1 к 3, да, мы вот рассчитываем, я, по крайней мере, рассчитываю увидеть вот такое вот движение, доллар у меня 1.18, потому что вот по технике следуем еще раз по тренду, да, плюс, плюс макрофакторы, они сейчас благоприятствуют укреплению доллара. Неожиданно, потому что я ожидал, я ожидал, знаете, что я ожидал? У нас доллар вчера, вот, до роста доллара сегодняшнего, он быстро корректировался, вот здесь, вот здесь особенно, очень быстро корректировался. Я думаю, что вот выходит он за этот, за этот восходящий тренд здесь, он выходит, все это вниз, слом восходящего тренда, да, и мы как бы возвращаемся в основном движении тренда. Вот это движение в доходности, оно вот, пожалуйста, породило общее укрепление сегодня доллара, достаточно быстро, оно увеличилось с 91.40 до 92, да, почти. Вот такое вот быстрое движение укрепления доллара вверх, да, оно вот обязано вот этому движению в доходности. И непонятное дело, там опять мы приблизились к потолку, опять может доходность по облигациям, безрисковые ставки опять могут начать расти, мы знаем, это очень сильно вредит фондовым рынкам, рисковым активам. Почему? Потому что, понятное дело, чем дороже занимать для компании, тем больше в ней рисков, у нее нет доступа к дешевой ликвидности, мы берем среднюю компанию какую-то. У них нет доступа к дешевой долгосрочной ликвидности, им дороже занимать. Риски в них растут, риски в растут, соответственно, и в кусочках их, в кусочках, в акциях, да, короче говоря. Врастут риски в акциях, поэтому это порождает коррекцию, поэтому давление на рынке опять организовывают. Вот поэтому у нас тот же самый NASDAQ сильнее всего, да, страдает, который по дюрации больше, ближе всего к облигациям, да, акций роста, да, как их их называют. Они ближе всего, субституты инвестиционные являются к долгосрочным облигациям, поэтому сильнее всего, мы видим, они страдают. Непонятно, куда там еще вот эти ставки опять порастут, ФРС у нас молчит, не хотят они сдерживать рост ставок. Касательно вот того, почему вот здесь доллар значительно ослаблялся, я ранее об этом говорил, если вы помните, у нас на этой неделе должны были состояться, во-первых, отчет по инфляции в США, это состоялось у нас в среду, в среду получается вышли эти данные, 10 марта получается должны были у нас эти данные, должны были выйти. Если вы помните, если вы следили за данными, у нас вот, пожалуйста, базовая инфляция не оправдала ожидания, то есть ожидали 1.4, 1.3. В целом это очень хороший сигнал был для бандов, для инвесторов в бандах, потому что если данные показывают, что инфляция никуда вперед не забегает, потребительская, она не ускоряется, а наоборот замедляет темп, поэтому зачем исходить, выходить из бандов? Должна провести переоценка, правильно? То есть бегут из фиксированной доходности из бандов, когда? Когда растут инфляционные ожидания, когда растет инфляция, фиксированные платежи и их покупательская способность обесцениваются сильнее, правильно? Тут у нас замедление инфляции, значит, покупательская способность фиксированных платежей по бандам, она обесценивается менее сильно, менее быстро, поэтому бежать оттуда не стоит, нужно возвращаться. По идее это должно было вызвать движение доходности вниз. Собственно, ну что это произошло? Вот здесь вызвал это движение доходности, вот мы увидели. Вот здесь есть какой-то скачок на поступление информации по инфляции. Есть скачок, мы вроде активно двигались вниз, вроде корректировались, вроде уже все хотели забыть про эти движения все резкие. Но тут опять мы видим этот рост. И теперь непонятно, что его может вообще остановить. Поэтому ситуация с долларом, она такова. Вот этот uptrend здесь, он поддерживает силу доллара, придает доллару силы для того, чтобы расти. И пока непонятно. Сейчас дальше мы пойдем вверх. Это для доллара сигнал также укрепляться. Вот это нужно иметь в виду. И поэтому я взял евро-доллар. По основным парам тут очень похожая ситуация. По евро-долларам почему сигнал образовался? Тут еще макро-фактор ЕЦБ подключился. Мы это с вами обсуждали. Который будет уговаривать каким-то коротким шортам по евро-доллару. По нефти мы с вами собственно обсудили ситуацию. Как она обстоит. Я свой взгляд выразил. В принципе на этом у меня все. Вы следите за доходностью. Если там опять какое-то беспокойство будет. Вот по всем здесь бандам если мы видим. Дальше вот эта тенденция продолжится. Вот здесь все зелененькое будет. Все это будет доходности будет расти. Это вот сигнал негативный для рисковых активов. Пока не понятно что это может остановить. Вот. На этом у меня все. Я завершаю свой обзор. Если вам понравилось это видео не забудьте поставить лайк и подписаться. Чтобы не пропускать естественно новые выпуски. Если у вас остались какие-то вопросы и комментарии. Welcome под видео. Я буду рад их с вами обсудить. Вот. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Торгутиф. Продолжение следует. Продолжение следует.